Всем здравствуйте! Сегодня мы в Ярославле, для того, чтобы на один день превратиться практически в его жителей. Для этого нам вряд ли понадобятся туристические бюро, экскурсионные маршруты. А нашим проводником будет один наш хороший друг. Вот, кстати, он уже приближается к нам. Добрый день, дорогие мои! Здравствуйте! Привет! Слушай, а погода для Ярославля такая, это вообще обычное дело? Ну, для осени, да. Средняя полоса России, в общем-то, ничего необычного. Тебя не смущает? Мы пойдем гулять? Да, конечно. Но в Ярославле есть, что посмотреть при любой погоде, поэтому все нормально. Пойдем гулять. Окей, двинемся. Макс, вот Ярославль, он такой древний город. Да. А что является вообще его особенностью, таким брендом? У нас нет у нас тульских бренников, там, не знаю, этих самоваров. Сложно с этим. А жители сами как это считают? Вот, не знаю, наверное, у них надо спросить, как они считают. Человек, один вопрос. Бренд Ярославля – это что? Бренд Ярославля? Я не знаю этого слова, я иностранец. Чек знает, я не готов, если честно, ответить все. А вы не хотите нам сказать? Чем Ярославль может гордиться, чем он отличается от других городов? Очень красивый город. Я, блин, так тороплюсь, и не спрашивайте еще. Я живу на резиновой технике, у нас там много природы, и мне вот это нравится. Ой, не хочу я ничего думать сейчас, мне некогда. Вопрос про Ярославль. Чем он может гордиться? Своей культурой. Памятников много. А какой самый главный? Лейна. Чистый, в общем-то. Хорошая город. Вот мы на этой площади видим и вечный огонь, и такой большой собор. Может быть, это и есть главная площадь, брендовая площадь Ярославля? Ты хочешь сказать, что вот этот собор является визитной карточкой города? Ну, я просто немного сомневаюсь в этом, поскольку этот собор появился совсем недавно. Он был построен в свечелетию города и на месте разрушенного в 30-е годы Успенского собора. Но большинство жителей города к нему еще не привыкли. Он слишком большой, слишком масштабный. Мне кажется, что не стоит так критически относиться, потому что и проезжая, они тоже долго привыкали к Эфилевой башне, на самом деле. Я думаю, жители Ярославля привыкнут к этому, да, огромному, монументальному, главному кафедральному собору области. Уникальный памятник. Это единственное в мире скульптурное изображение Рублевской троицы. Это местный скульптор Николай Мухин. И были большие споры, можно ли вообще, ну, как бы так вот в городском пространстве ставить такую скульптуру. Но Алексий II одобрил и богословил, и этот памятник поставили, стоял здесь. Медведь секира – это тоже какая-то часть вообще бренда Ярославля, получается? Ну, это герб Ярославля, это геральдика уже. То есть, по легенде же Ярославль был как основан. Ярослав пришел к этим язычникам, которые здесь жили до этого. Вот это племя финного горска, у них было священное животное – это медведь, и они выпустили на него свою священную медведицу. Он зарубил ее секирой, вот, и, собственно, изображена вот эта медведица. С орудием собственного убийства. Да, с орудием, которое ее убил князь Ярослав Мудрый, такая вот легенда. Вообще, ярославцы любят этот герб, он популярен? Да, конечно. Дело в том, что у нас край и сейчас даже до сих пор медведями богат, то есть, если медведи охотятся, ну, это просто наш такой вот, одно из любимых животных на Ярославле. Летом, когда тепло и хорошо, на этой площади собирается молодежь. Вот, и эта площадь в народе называется Совок, советская площадь, хотя до революции она называлась Селинская, ну, по храму, который находился в ее центре. И особенностью вот такой основной архитектурного ансамбля площадь является то, что три основных эпохи тут воплощенные архитектурные, их можно здесь наблюдать. Это древнерусское зодчество до Петровского времени, это уже архитектура имперского периода, да, это классицизм, вот это здание присутствующих мест Екатерининского времени. И это уже построено в советское время здание областного обкома КПСС, вот, с телеконструктивизма. Архитектурное сооружение, рядом с которым я нахожусь, по своим формам напоминает ракету. Вот, это ступень космического корабля, которая сбрасывается во время взлет. Каждый житель России видел это архитектурное сооружение. Конечно, если он держал в руках, то 1000-рублевую купюру. Вот как я сейчас, например, делаю. Вот, у тебя она есть? Ой, извините. У меня ее нет. Дубль, 33. А, снова все из текст говорить? Да. А, это нельзя обрезать? Нет. Да у меня просто голови сейчас каша обрадует. Большое количество монастырей и храмов мешало советской власти. Оно противоречило новому образу социалистического города. Поэтому многие из них, к сожалению, были утрачены. Но были и архитектурные жемчужины, которые представляли огромную ценность для не только российской, но и общемировой культуры. Их нужно было сохранить. Поэтому иерсовскими архитекторами находились удачные решения, компромиссы. И как можно было вписать памятники культового зодчества в новую советскую застройку города. И пойдемте посмотрим на один из таких примеров. Что обычно вы можете увидеть во дворе своего дома? Детский городок, песочницу, парковка для машин. А жители этого двора могут наблюдать у себя уникальный памятник архитектуры. Отойдем подальше и мы можем увидеть закомары. Вот это эти полукруглые элементы. И как мы видим, советский архитектор, который строил здесь свои дома, он повторил форму закомар в окнах, выходящих во двор. Это очень интересная реплика. И как говорят некоторые исследователи, архитектор даже подвергался некоторой опасности за то, что он слишком выгодно представил церковь в архитектурном плане, композиционном. То есть он недостаточно ее закрыл, недостаточно снизил ее роль в ландшафте. Он ее просто как-то так сделал уютной и компактной. Если приехать в Ярославль и не знать, где он находится, то можно не обернуться, то можно просто пройти мимо. Многие ярославцы и гости города думают, что церкви дошли до нас в первозданном виде, но это не так. Вот это последствия ярославского мятежа. Это крупнейшего городского мятежа, который произошел в Ярославле в июле 18-го года. Практически весь центр Ярославля был уничтожен, поскольку войсками использовалась артиллерия. Это здание военного госпиталя. Для блюда здесь располагалась гимназия городская, в которой учился не красок, а это наш. Это то же самое здание, только немного с другого ракурса. То есть вообще весь центр был таким, да? Да, а частный сектор деревянный был полностью разрушен, то есть это была пустая выжженная местность, только трубы от печек торчали. То есть Сталинград. Ну да, по сути, да. Ну, поскольку работала артиллерия, и церкви пострадали в том числе и потому, что на колокольнях располагались пулеметные гнезда, обороняющиеся мятежники. Они использовали колокольни, потому что это были высокие места, и поэтому церкви так сильно, то есть по ним не специально, просто потому, что на них были пулеметчики. Макс, а какое время вообще центр застраивался наиболее активно в Ярославле? Началась застройка в 18 веке в конце, ну и в 19 продолжалась. То есть вот эти все, да, такие? Пустойный рост, да. А это, смотри, это что, тоже деталь истории? Да, это историческая деталь. Декоративно-строительная контора «Артуд-Эркс». В таких моментах, таких деталей, да, достаточно много на улицах Ярославля. Тут номера сейчас в Ярославле уже шестезначные. Да, понятно. Макс, пока дождь пережидаем, здесь расскажи немножко вообще о том, кто же такой настоящий Ярославец, вообще особенности его менталитета. Ну, сейчас, не знаю, сложно сказать, но, например, в 19 веке ярославцы были известны по всей России. Это был такой образ ярославского расторопного мужика. То есть они отличались какой-то, ну, какой-то бизнес-жилкой, как сейчас говорят, смертливостью, вот, быстротой. То есть город небольшой сейчас по меркам. То есть в 17 веке это был второй город в России, после Москвы. Ну, и по экономике, и по населению. Сейчас же это, ну, один из многих городов. Да, это крупный город, но он гораздо меньше Нижнего Новгорода, даже более чем в два раза меньше. Вот. Поэтому здесь более такая тихая, спокойная, сонная жизнь. Хотя пробки бывают, например. Пробки? Макс, привет! А это что за улица? Что это за место? Ну, это улица Кирова. Это любимая улица всех ярославцев и гостей города, поскольку она является пешеходной. То есть именно сюда молодежь приходит тусить вечерами? Да, ну, практически круглосуточно здесь идут, течет жизнь какая-то ночная, даже летом так круглосуточно. Вы сейчас, понимаете, сейчас немного другие обстоятельства, сильный дождь идет, поэтому людей здесь практически нет. А куда вообще может пойти Ярославец, если такая вот дождливая погода и уже вечер, музей закрытый? Ну, в Ярославле кипит театральная жизнь, и любимый театр – это театр Волковой. Представляете, первый русский национальный театр. Это тот самый театр Федора Волкова, про который всем говорят еще в школе? Ну, не совсем. Здание построено в начале 20 века, а Федор Волков жил во второй половине 18-го. Но это Ярославский Волковский театр, который официально считается первым русским национальным театром, и является прямым наследником того самого театра, основанного Федором Волковым. Памятник которому, кстати, находится на этой же театральной площади, на Волковской, вот, в Ливе. КОНЕЦ Максим, ну, вот наше расследование по Ярославлю, да, мы уже много посмотрели в поисках того, что же может быть символом города. И возвращаясь к вопросу, который я задавала жителям, теперь тебе. Что является брендом Ярославля? Ну, какого-то определенного бренда я бы не выделил, просто сказал такую фразу про Ярославлю, можно слишком громко, что Ярославль это город русского ренессанса. И вообще, если так подумать, то из больших, динамично развивающихся современных городов, не из малых, там, чисто исторических, Ярославль имеет наиболее, именно, вот, богатую историю и культуру. То есть это такой наиболее аутентичный, можно сказать, русский город именно, вот. Но при этом он живет и развивается, живет сегодня, то есть он не превратился в музейный город. То есть вот, вот это его особенности. То есть какой-то такой определенный бренд, такой значок, ему нужен не особенно, да? Ну, он уже сам за себя говорить, я так считаю. По сути это, это как Санкт-Петербург, только Санкт-Петербург это уже более позднее, да? Это уже вот 18 век, европейская культура, да. А Ярославль, которые сами представляют для древней русской культуры. Ярославль это огромные вообще промышленные центры, очень много всего производят, например, шины и моторы, для автомобилей, а еще не перерабатывают. Вот на этом месте, пожалуй, и закончилась наша сегодняшняя прогулка по Ярославле. Уже? Мало? Да, ну, мало, к сожалению, на сегодня, потому что погода не очень, но приезжайте к нам еще в Ярославль, буду рад вас принять, погулять с вами. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»